Ни хао по-китайски, здравствуйте по-русски. Общественное телевидение Приморья и всекитайская глобальная телесеть CGTN, Центральное телевидение Китая, представляют. Открываем китайскую шкатулку. Завершился Восточный экономический форум. В этом событии во Владивостоке приняли участие более 7 тысяч человек из 50 стран мира. Репортаж собственного корреспондента телеканала CGTN Русский Татьяны Шевчук. Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации считает, что китайские автомобили доминируют на московском рынке. Одна из главных тем ВЭФ-2023 – переориентация товарных, грузовых и туристических потоков на российский Дальний Восток. Дипломаты, которые приняли участие в работе Восточного экономического форума, считают, что концепция однополярного мира уходит в прошлое. Китайская арктическая экспедиция впервые достигла Северного полюса на ледоколе Сюэлун-2. Медиакорпорация Китая запускает проект по популяризации пекинской оперы. Реализовать однополярный мир не удалось. Таков один из главных тезисов Восточного экономического форума. Развивающиеся страны видят свою идентичность и хотят ее положить в основу равноправного будущего. В подтверждение тому расширение международных организаций. И здесь, в том числе, у России с Китаем взаимовыгодное сотрудничество. Самая выгодная позиция у Дальнего Востока. Его развитие президент России объявил национальным приоритетом на весь 21 век 10 лет назад. Первые итоги подводят сегодня. В макрорегион привлечено почти 3,5 триллиона инвестиций. Построено около 700 предприятий. Самым современным президент Дэйдстар Спалеевев. И в этом ракурсе речь снова заходит о Китае. Работу с которым развернули небывалыми масштабами благодаря новым инфраструктурным объектам. Россия потеряла западные рынки, европейские в частности, рынок. И интенсификация торговли с Китаем, например, это в большой степени компенсация этих рынков. И она идет по двум направлениям. Первое – это переориентация потоков традиционного российского экспорта. И во-вторых, идет такой компенсационный поток машин, оборудования, техники, электроники. И лишнее подтверждение тому прямо на ВЭФ. Развитие бизнеса и образования, транспортного сообщения, товарооборота. Этому посвящены сессии, площадки, соглашения. Одна из, пожалуй, самых ярких площадок всего Восточного экономического форума. Здесь все про использование современных презентационных технологий. Каждый старается заявить о себе как можно громче. Всего же на ВЭФ развернуты десятки экспозиций. А работа деловой программы шла по ста секциям. ВЭФ – это всегда открытие новых форматов взаимодействия. Главное – это коммуникации, подписание двухсторонних соглашений. Суммы инвестиций еще подсчитываются, но уже точно известно. Новым крупным международным объектом быть. Это железнодорожные магистрали, порты, университеты, культурные центры, туристические объекты. С привлечением не только российского, но и иностранного капитала. У нас есть преференциальные режимы, территория опережающего развития, свободный порт Владивосток, специальный административный район. И в Якутии, и на Чукотке архитическая зона Российской Федерации. Здесь у нас более 2800 инвестиционных проектов, которые уже вложили 3 триллиона 400 миллиардов рублей в экономику. Отдельная часть форума – молодежная. Здесь у студентов и начинающих предпринимателей, ученых, изобретателей прямой доступ к ведущим экспертам. При том растущем торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем мы испытываем очень большую проблему нехватки кадров. И мы, как бизнес, конечно же, заинтересованы в выявлении, мотивации молодой талантливой молодежи, которую органично вводим в профессиональную бизнес-среду. Восточно-экономический форум – это еще и обширная спортивная, а также культурная программа. Здесь продукция бренда сделана в России в новом формате продвижения. Именно то, что уже оценили покупатели соседних стран «Синергия Минспорта» и Центра поддержки экспорта России. А здесь первый в мире концерт дает искусственный интеллект. В частях симфонии «Космос», написанной Петром Дрангой, солировали виртуозы из Китая. В последних – нейросеть, симпиоз классики и современных технологий. Тема динамики товара оборота между Китаем и Россией неоднократно обсуждалась на полях ВЭФ. О настоящем и будущем торгового взаимодействия рассказал президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Если вы посмотрите составляющую товара оборота с российской стороны, то, во-первых, у нас товар оборот примерно паритетный. Там где-то по 80 миллиардов сейчас складывается, там 80 с чем-то. Это если в долларах там измерять. Во-вторых, если посмотрите то составляющую, то если раньше просто абсолютной доминантом был топливно-энергетический комплекс с нашей стороны, ну, сырьевая составляющая, нефть, газ и прочее прочее, углеводороды, то сегодня, конечно, это есть диверсификация достаточно серьезная. И с китайской стороны, конечно, они нам подставили плечо в этом плане с точки зрения того же автопрома. В силу того, что весь Запад ушел, сегодня, естественно, китайские автомобили, в общем-то, у нас доминируют, ну, по крайней мере, на московском рынке, вот если вы видите на улице, то это уж точно. Одна из главных тем ВЭФ в этом году – переориентация товарных, грузовых и туристических потоков на восток. О том, что это уже происходит, свидетельствует загрузка железнодорожных путей, морских портов и погранпереходов в этой части страны. В планах правительства – реконструкция и расширение пунктов пропуска между Россией и Китаем. Очень важное событие на этом форуме – подписание, привлечение частного инвестора в расширение Байкала-Амурской магистрали. Второе – это развитие инфраструктуры морских портов. До 30-го года со 149 миллионов тонн пропускной способности до 300 миллионов удвоится пропускная способность морских портов Приморья. Последнее, что очень важно для наших российско-китайских отношений, хочу подчеркнуть, что те проблемы, которые объективно существовали на пограничных переходах, проблемы с пропуском грузов, недостаточная их мощность – все должны быть решены до 2025 года. Каким в России видят многополярный мир? На этот вопрос нашему корреспонденту на полях Восточного экономического форума во Владивостоке ответила официальный представитель Российского министерства иностранных дел Мария Захарова. «Уходит в прошлое концепция однополярного мира. Он не случился на практике, но многие хотели, чтобы получилось реализовать в теории. Не получилось ни так, ни так. Ни в теории это не работает, ни на практике. И приходит мир многополярный. Мир, как говорят, более справедливый. Контуры заложены сейчас. Это те региональные объединения, которые имеют конструктивную и позитивную повестку, нацельны на созидание, в основе отношений видят международное право и основополагающие принципы устава ООН, не отвергают, а наоборот продвигают такие вещи, как взаимоуважение, взаимное выгодно, выгода, конкуренция, но при этом в рамках законности и права. Вот за этим будущее». 13-я арктическая экспедиция Китая достигла Северного полюса. Команда ученых Китайского института полярных исследований изучает регион на ледоколе Сьюэлун-2, спущенном на воду в Шанхае пять лет назад. Для второго снежного дракона, так переводится название судна, это уже четвертый рейс в Арктику. До него ни один китайский корабль не достигал Северного полюса. Ледокол вышел из Шанхая 12 июля с задачей провести научно-исследовательские работы в районе хребта Гаккеля. Горная цепь на дне Северного ледовитого океана разделяет литосферные плиты Евразии и Северной Америки. Ее вулканическая активность влияет на образование льда в Арктике, что в свою очередь сказывается на глобальном изменении климата. Экспедиция проводится совместно с партнерами из России и Таиланда. Сьюэлун-2 должен вернуться в Шанхай в конце сентября. «Это поможет дальнейшему пониманию процессов формирования льда и течения в регионе, более глубокому пониманию быстрых изменений в Северном ледовитом океане, их влияния на экологию и обеспечит данными работу по реагированию на глобальное изменение климата в нашей стране». Медиакорпорация Китая в дни октябрьских праздников в честь Дня образования КНР проведет серию мультимедийных мероприятий, посвященных традиционной пекинской опере поэзии и истории. В них поучаствуют ведущие молодые исполнители со всей страны. Проект направлен на интеграцию искусства и технологий, придание современного образа традиционному виду искусства и популяризацию традиционной китайской культуры среди молодежи. Редактор субтитров А.Семкин